Ваш доход за одну консультацию, я так понимаю, это примерная стоимость, составляет 250 тысяч рублей. Вот это правда? Это правда в некоторых случаях. У меня есть разные клиенты и за разные бюджеты я работаю. То есть это может сумма быть и больше. Может быть и больше, может быть гораздо меньше. Бывает, я и не за деньги работаю. То есть разные ситуации, разный подход. Все равно, что разные люди есть на разных автомобилях. И каждый выбирает то, что ему нужно. Тогда следующий вопрос. Почему вам платят такие бешеные деньги? Во-первых, деньги не бывают бешеными. Это первая иллюзия, которая есть. Во-вторых, если у людей есть потребность в том, чтобы исправить ситуацию, и она действительно у них очень серьезная, и у них есть финансовые возможности. И собственно очень часто, в чем моя задача? Моя задача сделать так, чтобы человек двигался в коридоре, где наступают необходимые для него изменения в его самоощущениях и сознаниях, которые ему позволяют стать тем, у которого, человеком, у которого нет этих проблем, семейных в частности. Деньги – это наибольший, наилучший мотиватор того, чтобы человек начал прислушиваться к тем советам, рекомендациям, которые ему дают, и их реально отрабатывать. Потому что если стоимость работы с человеком неадекватна по отношению к той задаче и к возможностям человека, которые у него есть, тогда работа не будет идти качественно. А если найден правильный баланс, то таким образом человек находится в той ситуации, которая максимально его развивает и максимально решает его проблемы. Я сам психолог и сам общаюсь вот в этой среде психологической. И на сегодняшний день тогда получается, что то, что вы говорите, означает, что очень многие психологи недооценивают себя, с одной стороны, но и с другой стороны, есть такое мнение, что очень большая конкуренция на этом рынке. Вот вы уже сколько, 15-20 лет занимаетесь практикой? Частной практикой занимаюсь лет 25, и последние 16 лет получил диплом психотерапевта в 2000 году, и уже частная практика в этом уплотнят. Тогда в чем, кто ошибается? То есть вот люди говорят, что нет клиентов, очень высокая конкуренция, консультации за 1000 рублей, у вас, я так понимаю, нет сложностей с клиентами, и консультация там просто стоит совсем других денег. В чем здесь? Разница в том, что я по-разному воспринимаю этот мир. Я считаю, что клиентов очень много, потому что проблем реально в мире у людей колоссальное количество. Если даже взять общедоступную статистику по душевному состоянию, количество разводов за первые 5 лет 50% браков распадается, количество депрессий 30-40% населения, психоэмоциональных расстройств находится, и процентов от 15-20 ярко выраженной депрессии. Это все, что в интернете написано. Это колоссальный рынок, это колоссальные потребности. И если человек думает, что работы нет, ее и не будет. Это все просто очень просто. Я считаю, что клиентов очень много, и людям нужно реально помогать. И, понимаете, каждый получает то, что он видит. Если человек видит то, что работы нет, и есть какая-то конкуренция, то он становится озлобленным, недовольным. А озлобленный и недовольный психолог особенно никому не нужен. Нужен гармоничный, самодостаточный, обеспеченный, довольный жизнью, радостный человек. Если эти базовые установки специалисты не проработаны, он не живет так, то, соответственно, он своим душевным здоровьем не может поделиться. У него нет ресурсов. И нарушая эти вещи, воспринимая мир как что-то враждующее, что нет перспектив, или все слишком недоступно, дорого, или нет клиентов, человек на самом деле очень сильно себя ограничивает, и делает себя специалистами невротично. Ну, вы правильно говорите, что психолог должен быть успешным, то есть, респектабельным, желательно, то есть, чтобы у него все гармонично было. Но вопрос, как к этому прийти, это же не сразу происходит. Конечно. Я для себя на лексах выделил, что есть три этапа становления специалиста. Первый этап – это этап новичка, когда ты только входишь в профессию, и ты делаешь мне первые шаги, учишься в институте, начинаешь брать каких-то первых клиентов. И вот на первом этапе деньги вообще не имеют никакого значения. Важен сам процесс того, что ты кому-то помогаешь. И всегда есть место для работы, которое не из-за денег делается, и как бы не за деньги. И когда ты только начинающий, это нормально абсолютно. У тебя горят глаза, ты хочешь поделиться своими знаниями, своими впечатлениями и так далее. Поэтому любая работа должна быть пропущена через личность человека. Ты должен делиться тем, не просто какими-то знаниями, ты должен делиться своей любовью, которая у тебя в душе есть и желанием помочь человеку. И когда ты пропускаешь это через свое сердце, у тебя получается это искренне, получается хорошо, у тебя начинает складываться. По прошествии нескольких лет, 3-5 лет примерно, человек становится постепенно, из новичка становится специалистом. То есть специалист, который знает тему, у которого уже есть опыт, у которого есть диплом, есть знания. И таким образом он делает выбор в сторону профессионала. Он большую часть времени посвящает своей профессии. Естественно, профессия должна ему приносить необходимые денежные средства, с помощью которых он будет решать свои социальные вопросы, для того, чтобы лучше отдастся профессии. И здесь есть, на мой взгляд, понятие рынка определенного, и какую нишу человек у него занимает, от его личного выбора. Можно работать за небольшие деньги, можно работать за хорошие деньги, можно работать за очень хорошие. Но истинное и дальнейшее развитие успеха все равно идет дальше. То есть через какое-то время человек становится суперпрофессионалом. Не просто специалистом, а профессионалом, который собаку съем на какой-то теме, лет 10 посвятил ей. И не только информирован о всех методиках и направлениях в данном случае, а самое главное, у него есть очень мощный позитивный опыт исправления судеб тех людей, клиентов, которые к нему пришли. И тогда на этом этапе у него уже всегда работает сарафанная радио. И вот этот этап, так сказать, выходит. Когда человек становится творцом в своей специальности, в своей нише, он начинает творить, он начинает создавать такой шедевр под названием изменение в жизни пациента, когда люди начинают не банально относиться к его помощи. И тогда вопрос ценообразования может быть абсолютно разным. И я, так сказать, никогда жестко ни к чему не привязан. И для разной работы я назначаю иногда разные деньги. И все зависит от некой ситуации. Еще раз говорю, я работаю не ради денег, а за деньги. И финансы помогают создать такой коридор взаимоотношений с клиентом, по которому он движется и получает свой результат. И если этот фактор игнорировать и недооценивать, то ты как профессионал не будешь раскрываться. И ты не сможешь помочь этому клиенту. А деньги в современном мире имеют колоссальное значение. Они очень сильно пронизывают всю нашу жизнь. И, пожалуй, это самая простая форма некой богатарности, понимания твоего отношения. Потому что деньги имеют две составляющие. С одной стороны, это мера покупок, когда мы можем что-то купить на них. А с другой стороны, мы таким образом показываем свое отношение к тому, что мы делаем. Если нам что-то дорого, для нас там дорогие 5 миллионов рублей, к примеру. Если мы покупаем там Мерседес за эти деньги, то мы будем его беречь. Мы не будем его там кидать, где попало. Соответственно, будем стараться так, чтобы он у нас был в целости и сохранности. Вовремя делать ТО и так далее. Это будет адекватное отношение. Потому что человек затратил большие ресурсы. То же самое, когда 5 миллионов для человека ценно, и он вложился в терапию, работал в работу. То все, что говорит специалист, и те упражнения, которые даются на дом, они четко выполняются. В чем тогда ошибка? Часто можно даже, я тут был недавно в белых облаках в магазине. Ко мне подходит женщина уже. Я понимаю, что она консультирует. Таких женщин много достаточно. Психологов, хиромантов и так далее. Она готова за совсем небольшие деньги и ей уже под 50, наверное. То есть, в чем ошибка таких людей? Почему они не выросли в этом? А почему, понимаете, у каждого своя дорога. Может быть, то, что она работает в белых облаках, помогает каким-то женщинам. Пусть за не очень большие деньги ее абсолютно удовлетворяет. Видно, что не удовлетворяет. Нет, он хочет больше денег по общению. Смотрите, как бы абсолютно не удовлетворяет, если не удовлетворяет, скажем так, то, наверное, человек где-то недооценивает свой труд. Вот где, я не знаю, потому что мы все разные и, соответственно, ошибки могут быть индивидуальны. То есть, человек недооценивает те изменения, которые он может принести и в свою жизнь, и в жизнь клиентов. Таким образом, не понимает ценности того, что может происходить между ним и клиентом. Конечно же, правильнее, когда опыт через тебя строится. Когда ты сам себе изменил, ты понял, сколько ты усилий к себе приложил и какие знания тебе даны. Не просто дипломы корки. Ты реально можешь принимать какие-то решения, можешь менять свою жизнь. Добился в этом плане хорошего успеха, имеешь опыт определенный. И, соответственно, ты, основываясь на этом опыте, можешь работать с человеком. И тогда, когда в глазах клиента не просто нарисована картинка, а ты реально специалист и суперпрофессионал, то тебя будут находить люди, которые именно такой человеку нужны. И по мере твоего роста и становления, конечно же, возможность заработать, она должна быть больше. Это нормально. Еще раз говорю, ошибка начинающих в том, что они сразу пытаются заработать. На самом деле, они рубят себе всякую перспективу. Ошибка профессионалов, которые много лет в профессии, в том, что они недооценивают тех возможностей, которые у них есть для изменения своей жизни и жизни своих клиентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова